Светлая голова российского баскетбола Я Антон Панкрашов и это мои правила жизни Когда я попал в интернат, многие из ребят были старше меня на 4-5 лет И во время тренировок мне не давалось никакой форы Поэтому мне приходилось сражаться с ними на равных С нами тренировался мой отец и он был очень требовательный ко мне Это закалило мой характер, теперь мне все равно против кого играть на площадке Когда ты играешь по 5-7 минут в игру, от тебя требуется немного другая роль Роль чернорабочего Твоя задача выйти подменить кому-то и дать передохнуть Или в случае травмы суметь сыграть и не испортить рисунок игры Ведь современный баскетбол строится не только на одних лидерах Нужны чернорабочие, такие как Рон Харпер и Денис Родман в 90-е годы были в Chicago Bulls Если в ЦСКА я был больше в подыгрыше, то в красных крыльях ситуация совсем иная Здесь я провожу на площадке много времени и от моей игры зависит результат команды Даже если ты играешь круто, все равно найдется тот, кто скажет, что ты никто У спортсменов есть суеверие, что если в спорте и в жизни идет все хорошо, то не нужно бориться и стричься Поэтому, когда вы видите меня волосатым и бородатым, значит у меня все кайфово Кому-то нравится начинать матч в стартовой пятерке, кому-то выходить комфортнее со скамейки Мне нравится выходить, когда моя команда уступает в счете Тогда сразу появляется наглость и спортивная злость Выйти и всех порвать, вот та мысль, которая в моей голове После Евробаскета 2007 мы с Серегой Быковым часто шутили Что в полуфинале мы выиграли не только благодаря игре наших лидеров Но и была в этой победе наша с ним заслуга Хоть мы и не провели ни одну минуту на площадку, но мы все 40 минут стояли вместе с командой и защищались Газоль Сборная России становится чемпионом Европы Газоль, великий Газоль мажет Все, это победа! Дэвид Влад Сборная России Мы чемпионы, кто этого ждал? Когда мы летели из Мадрида, ко мне подошел человек и попросил расписаться на фотографии Где мы празднуем чемпионство Евробаскета Только в тот момент я ощутил, что мы сделали что-то невероятное В детстве все сходили с ума от игры Майкла Джордана Я был не исключением Но мой игрок в НБА в то время был Джейсон Кид И мне нравилось не то, как он забивает, а то, как он организовывает игру И как он делает своих партнеров лучше Единственный раз в моей жизни, когда я потерял до речи и не знал, что сказать Это был момент на Олимпиаде, когда мне подошел Крис Пол И я реально растерялся Хоть у меня и нет проблем с английским Но я не знал, что сказать И из моих тулусов звучало только При Дэвиде Блате в сборной сложилась настолько теплая атмосфера Что действительно в тот момент нас можно было назвать семьей Он настолько хорошо понимал русский менталитет Как возможно никто иностранцев никогда не понимал Он знал, когда накричать на нас и дать втык И знал, когда наоборот отпустить ситуацию и дать выходной Дэвид Блат великий тренер Если бы в детстве ко мне подошли и сказали Антон, ты завоюешь медаль Олимпийских игр Я бы, наверное, рассмеялся этому человеку в лицо и не поверил Но это свершившийся факт Мы взяли бронзу Олимпиады И я горжусь своими партнерами Каждому из нас стоит попробовать заняться благотворительностью Могу сказать по своему опыту Что когда ты помогаешь людям Ты получаешь взамен что-то большее, чем деньги И эти чувства не передать словами Я планирую играть до 40 лет После этого хотелось бы начать тренировать Но сейчас рано думать о тренерской работе Я еще в самом расцвете сил Вернемся к этому разговору в 38 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин